Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь». Посмотрела вчерашний утренний видос. Знаете, как-то пока в Таиланде я говорила, что где-то единичные буду просматривать видеоролики, потому что, ну блин, ребят, всё это мы видели уже сто раз. Только, знаете, чё меня возмутило и до ужаса напрягло? Вы знаете, видимо, у Нинки либо редактор сдох, либо конкретно слетели фильтры. И ей просто не хотелось уже что-то менять. Куда пропала худющая наша Нинель? Куда пропали тоненькие ножки? Куда пропал кардан? Ребят, она, как показала себя в утреннем видосе, издалека. Это просто пипец. Она ещё больше раскоровела, чем она была, когда была сколько там, 120 или 130 килограмм. Вот это, Нинка, ты дала, вот это ты жару дала. А мы-то думали, а хомячки твои единичные прям в обморок падали от неземной красоты твоей. Что это же надо было так похудеть, это же надо было так постройнеть. Одни мы, адекватные люди, всё никак не могли понять, как можно похудеть на 30 килограмм и носить одну и ту же куртку, и она при этом совсем-совсем небольшая. А как была, так и осталась. А тут, вон, оказывается, в чём дело. А дело всё в редакторе и фильтрах. «Наконец-таки ты себя показала, такую, какая ты есть, ещё больше разжиревшую». Короче, напялила Нинок матрас свой. Ну, вы понимаете, что такое матрас. Матрас – это её распашонка, это её халат, ночнушка, туника и прочее. Можно называть как угодно и даже можно называть туалетной бумагой. Потому что, ну, употребляет она свою тунику в туалетных целях. Для того, чтобы, наверное, экономить воду, экономить туалетную бумагу, она подтирает матню ещё и своим халатом. Ну да, мы это уже видели. Ну и значит, что? Значит, Нинок пока ходила там, бродила, да, по этому своему номеру квартирке. Она показалась во всей красе. Только, знаете, кое-где удлинялась голова. Да, видимо, фильтры работают по определённой точке и не везде схватывают. Вот ухватили башку, а про кардан забыли. Ребят, какая она квадратная, она прям как уралочка стала. Значит, ну что, вышла на балкон, показывает. Ой, смотрите тут, смотрите тут, якобы красоты. Ой, солнышко светит. Ой, а сколько денег риэлтору мы вывалили? Ну и вываливай, ты же вывалила, не мы вывалили, а за что вывалила? Чтобы подрыхнуть в Таиланде, чтобы по рынку побегать и поклянчить кости и обгладывать их. Ну, чтобы считать каждый день, сколько можно ещё потратить на еду и что за эти деньги можно купить, да. Ну и, наверное, для того, чтобы нам можно было что-то там доказать. Хотя, плевали мы на тебя. Ну и самое главное, я забыла. Для того, чтобы вывести Фофоньку на моря и океаны. А мальчик Фофонька улёгся уже на диванчик. Завалил, вернее, уселся, завалил ноженьки на пуфик. И, да, дежурный по дивану. И пальчиком сидит, втыкает в интернет. Ой, интернет такой плохой, такой плохой. Здесь всегда такие проблемы у нас с интернетом. Но мальчик Фофка сидит на дежурстве. А дежурство его какое? Ожидать, когда мама Нина позовёт жрать. Кстати, кто помнит, как Нина нам ноженьки-то свои показывала? Тонюсенькие-тонюсенькие. Особенно в красных деколготочках. Посмотрите, вот её реальные ноги в утреннем видосе. Кстати, хорошо написала Наталья Ключникова. А похуденье-то где на вас посмотреть? Вы ещё шире прежней стали. Ну и ответ сериал закончился. Продолжение по приезду в Россию. Нет, ребят, где-то там, где-то там будет видос. Взвесилась в Таиланде. Взвесилась. Нинк, ты теперь можешь взвешиваться, не взвешиваться. Это уже всё. Уже пофигу. Ты уже показала себя, какая ты есть. Квадрат квадратом. Носиться, носиться. Жрать охота. Пожрать толком нечего. И в комментарии, ребят, параллельно я читаю. Голова грязная. Вова даже спал в костюме. Как так-то? Неужели так и не помылись? Вонючки Ютуба. Зачем им мыться? Они сходят в убасик помоются. Зачем им тратить воду? Они не для этого приехали, чтобы тратить воду и электричество слишком много. Есть для этого басик. Там ополоснуться. А так можно ходить хоть неделю. Пока сама грязь не отвалится прямиком в басике. Ну и дальше Нинка хвастается, сколько колбасы с собой привезли. А чё ж ты, милому своему, не выдала колбасы, когда летел в самолёте и голоднёхонький был? Слышите, вот как заметно, как у пиратки меняются фильтры. Как только в холодильник полезла квадратная вся, холодильник закрыла, стены все косые, и Нинка похудела. Башка сразу стала длиннее. Нинк, а Нинк, ты-то осторожно с фильтрами, потому что это опасное дело. А вдруг нечаянно так растянут вширь, что мы испугаемся? А вдруг из-за тебя заикаться начнём? Смотри ты! Это не шутки, да? С фильтрами шутить нельзя. Очень заметно, ребят, что появилось много каких-то левых аков, которые написывают прям хвалебные оды. Неужели Нинок всю ночь не спала, а Аки создавала, а? Кстати, читаю параллельно комментарии, нафига ехать в такую даль, чтобы просто попить пивка и телек посмотреть? Ну, мы каждый раз задаёмся этим вопросом. Ну, чтобы мы завидовали, понимаете? Им надо обязательно, чтобы мы завидовали. Ну, а самое главное, надо почаще выгуливать своего пса Нинки. Иначе он же может сбежать, взять и сбежать. Поэтому тут это уже просто вошло в обеззалово. Да, вы же и видите, как Фуфонька умеет капризничать, да? Как он умеет хамить, орать. А всё это из-за недостачи. Солнышко! Ну, и тут Нинка, не успев приехать, сказала, что надо поесть и ложиться спать. Да, надо поспать, поесть, поспать. А то легла поспать и не поспала. То есть надо теперь отсыпаться. Неделю отсыпных, а потом неделю выходных. Ой, и представляете, Нинка даже своего милого Палычем-то назвала, Владимиром Палычем. То Вован, Вован, а тут прям Палычем в Таиланде стал. А с какого это вдруг перепугу, Нинк, а? Я знаю, ребят, я знаю. Это, похоже, мечта омлет приготовить. Это только омлетная мечта. Омлетные мечты у нас именно в Таиланде. Ну и что, ребят, да, накрыла из того, что было на стол. Побыстрее поесть, чтобы спать, завалиться. Показала ещё нестиранные вещи, грязную половую тряпку, потому что там грязище неизвестно какое. Да, то есть как у них дома, точно так и в Таиланде, какие сами, такая и квартирка. Ну, что здесь скажешь? Пираты, они и в Таиланде пираты неизменные. Ужас, я представляю, как там пахнет в этом номере, в этой квартирке панорамной. Угу, душок там. Там стоит пиратский душок. Вы знаете, а я уже жду Нинку в купальнике. Я просто на миг представила, что это будет тот же самый купальник. Хотя, может быть, и Минель новых заказала, но нам не показала. Ну, размерчиком примерно пятидесятым. Угу. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.